Добрый день, друзья! С вами канал Вдали от города и я, Нина Коновалова. Сегодня мы поговорим с вами на тему, можно ли давать хлеб кроликам. Если можно, то какой хлеб, в каком количестве. Отправляемся к нашим кроликам. Итак, можно ли кормить кроликов хлебом? Говорят, магазинный из-за добавок может быть очень вреден и опасен для кроликов. Но если можно, то любой или только белый, этот вопрос я задала опытным кролиководам. Итак, что я услышала в ответ? На вопрос, можно ли давать кроликам хлеб, один ответ. Можно. Причем магазинный тоже. Черный или белый, нет особой разницы. Можно даже побаловать изделиями, которые содержат в своем составе отруби. Но особо не увлекайтесь. Если у вас есть возможность получать его бесплатно и в больших количествах, то договаривайтесь и постарайтесь сделать расчет рациона приблизительно 100 грамм хлеба на 1 килограмм веса животного в сутки. И давать это нужно раз в неделю маленьким кроликам и два раза в неделю большим взрослым кроликам. И, конечно, кроликов кормят только сухарями. В свежем виде он может вызвать закупорку кишечника. Этого делать нельзя. Лучше всего нарезать кусочками хлеб и все хлебобулочные изделия высушить на открытом воздухе. Помните, что ни в коем случае нельзя давать заплесневелые сухари. Это неизбежно приведет к коликам. И ваши кролики будут страдать от этого. Также вы заметите у них диарею. Если есть в наличии разные сорта хлеба, то их можно смешивать. Это даже еще и лучше. Также очень ваши питомцы обрадуются овсяному печенью. У нас есть знакомый опытный кроликовод. У него свое местное ЛПХ. Занимается он разведением кроликов. Так вот, он договорился с местным магазином. И когда сроки годности заканчиваются у хлебобулочных изделий, он их выкупает с 50% скидкой. Говорит, что это дешевле комбикорма и зерна. Будьте внимательнее, когда кормить кроликов сухарями. Вовремя убирайте закатившиеся кусочки, которые могут закататься в их шерсти, чтобы они не успели зацвести и ушастые не отравились. Некоторые кролиководы в целях профилактики заболевания натирают сухари чесноком и скармливают питомцам. Вы знаете, это очень хороший рецепт для профилактики многих болезней. Если вашим маленьким кроликам и взрослым кроликам это понравится, то делайте такую профилактику раз в неделю. И только по одной корочке на взрослую осыпь. Вот я вам показала, как кушают наши кролики хлеб. Вернее, сухари хлебные. Даем мы раз в неделю им обязательно. Но сейчас холодно. Мы пришли к ним, и они не очень кушают их, потому что просто эти кролики радуются, когда мы к ним приходим. Еще одна клетка молодняка, где они прекрасно потребляют кусочки засушенного хлеба в виде сухарей. Вот обратите внимание, тоже никаких проблем не было никогда. Главное, чтобы хлеб был хороший, без плесени и хорошо просушенный, чтобы внутри не оставалась мякоть. Молодая крольчиха после окрола. Значит, кроликам еще нету месяца. Вон, смотрите, они на нас смотрят. Уже шустренькие, бегают. Мы ей тоже даем раз в неделю хлеб. И также она его с удовольствием потребляет. Вот, смотрите. Она у нас хорошая, заботливая мамашка. Еще раз напоминаю, 100 грамм на 1 килограмм чистого веса раз в неделю. И если хотите, попробуйте сделать профилактику. Возьмите один сухарик, натрите чесноком и дайте. Если крольчихе или кролику понравится, то давайте, значит, раз в неделю обязательно. Это хорошая профилактика от всевозможных заболеваний. Простудных, паразитных и так далее. Я, конечно, сухари не приобретаю специально. Я собираю хлеб, засушиваю в хорошо проветриваемом помещении и раз в неделю даю кроликам. Они с удовольствием его потребляют. Никаких проблем с кишечником, никаких других проблем еще ни разу у моих кроликов не было. Решили дать возможность погулять нашему кролику на свежем воздухе. А он боится. А он боится. Сколько ему? Шестого. А вот сегодня два месяца. Два месяца сегодня. Ой, потом мы ловить его не сможем. Два брата весельчаки. В помете было два брата, два мальчика. Шустрые, резвые, красивые. Это помесь серый великан и шиншилла. Тебя музыка. Вот так. И, получается. Да. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. вот еще одна крольчиха которая недавно окролилась вот они наши маленькие крольчата им также еще нету месяца значит мы также дали ей всего лишь только один кусочек сухарика засушенный серый хлеб она у нас тоже хорошая заботливая мамашка сейчас она в напряжении потому что не очень любит когда мы к ней приходим а так малыши бегают уже свободно по клетке все хорошо настроение у них хорошее вот обратите внимание итак друзья на вопрос можно ли давать кроликам хлеб ответ 1 можно как магазинный так и домашний как черный так и белый нет особой разницы можно давать изделия с отрубями можно давать овсяные печенья главное чтобы не было плесени и главное чтобы это был хорошо засушенный хлеб всего доброго до свидания так и Продолжение следует...